Это происшествие на ОТВ в студии Алла Согрина. Косил траву и в кустах нашел мертвого младенца. Жуткую находку обнаружил житель поселка Козырево. В двухстах метрах от трассы Челябинск-Урган лежал мальчик в свертке из одеял. Тело было обвязано пуповиной, а рядом лежал пакет с околоплодным пузырем. Подробности шокирующей истории прямо сейчас. Переступает с ноги на ногу, заламывает пальцы. Александр Симаков рассказывает, находится в сильнейшем стрессе. Косил в поле траву и в кустах нашел мертвого младенца. Подхожу, смотрю, висички там валяются такие, какой-то сверточек разворачивает. Смотрю, что там, тряпка в крови. Что-то там как, ну, что-то непонятно. Развернул, головка детская. Шокирующую находку обнаружил житель поселка Козырево Красноармейского района. В двухстах метрах от трассы Челябинск-Урган. В сверток лежал под этой яблоней, по словам мужчины, в нем был мальчик ростом около 30 сантиметров. Тело младенца было обвито пуповиной, а рядом лежал пакет с околоплодным пузырем. Это место редко пустует, рассказывают электромонтеры. Здесь любят устраивать пикники и ночлеги. Здесь просто едут отдыхающие, северяне едут, едут с курганами. Они обедают вот здесь все время, останавливаются. И здесь часто, видишь, машины стоят, столики ставят и обедают, отдыхают они тут. Даже бывают, мне кажется, и ночуют. Мужчины добавляют, по этой тропе часто ездят садоводы. В километре отсюда садовое товарищество «Связист». Сторож рассказывает, работает здесь более 20 лет и знает каждого в лицо. Уверяет, женщин в интересном положении здесь в последнее время не замечал. Я всех подноготную все знаю. Здесь бабушки, здесь эти молодые у нас. Там, но они не живут опять же здесь, они уезжают в город. Беременных женщин. Беременных женщин. Вот кто был, тот родил. Сейчас полицейские опрашивают садоводов и жители поселка Козырево. Выясняют, кто недавно состоял на учете в женской консультации. Следователи рассказывают, умертвый младенец был недоношенным. По основной версии, женщина находилась на шестом месяце беременности и внезапно у нее начались роды. В настоящее время проводится доследственная проверка. По предварительным данным, скорее всего, ребенок родился мертво рожденным. В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование, где будет достоверно установлено опричное смерти. Не исключают, что женщина пыталась сделать аборт. Если будет доказано, что мать спровоцировала преждевременные роды или убила младенца после родов, возбудят уголовное дело. И тогда женщине будет грозить до 20 лет колонии. Иван Бридихин, ОТВ Из Челябинска в Оренбург полицейские задержали наркокурьера с целой партией синтетики. Молодой человек собирался доставить в Оренбург более 50 свертков с запрещенным веществом. В каждом определенном пакете, смотрите, находится пашкообразное вещество цветового цвета. Полицейские пересчитывают изъятые только что свертки с наркотиками. Рассказывают, полсотни пакетиков с метилэфедроном нашли в карманах и сумки 17-летнего юноши. Молодой человек делал закладки во дворе дома в центре Челябинска. В этот момент его и задержали наркополицейские. На допросе юноша признался, это одна из партий для местных наркоманов. Большую часть он собирался отвезти в родной Оренбург. Сейчас наркокурьер находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет колонии. Спешила за покупками и врезалась в столб. Жительница Магнитогорска спровоцировала страшную аварию недалеко от крупного торгового центра. Спасатели устраняли последствия несколько часов. Крепят тросы к подъемному крану и пытаются опустить бетонную опору. Это уже третья попытка извлечь из-под фонарного столба Киа Рио. У легкового авто смят капот, разбито лобовое стекло. По словам спасателей, водители на марке и ее пассажир отделались испугом. Обе женщины были пристегнуты ремнями безопасности. Не пострадали пешеходы и другие автомобилисты. И это несмотря на то, что Киа ехала не менее 100 км в час и выехала на встречную полосу прямо перед поворотом в торговый центр. Если у вас есть интересное видео, звоните. Телефон прежний 8 800 574 50. Встретимся на ОТВ в 21.30. Субтитры предоставил DimaTorzok